Когда мы говорим о здоровье, или кто-то говорит, что вы не больны, это не всегда значит, что вы здоровы. Когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете себя бодрым или нет? Слово «здоровье» произошло от слова «целое». Вы должны иметь определенное чувство целостности своего тела, разума, энергии и фундаментальный характер вашего существования. Если все эти вещи выровнены, то когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете, что только что родились. Если это происходит с вами, значит вы здоровы. Одна простая вещь, которую вы, девочки, можете сделать, это просто возьмите от 40 до 50% пищи в сыром виде. Пища должна быть живой. Это должна быть живая клетка. Это могут быть овощи, могут быть фрукты, могут быть орехи, могут быть пророщенные злаки. По крайней мере, от 40 до 50% пищи, которую вы едите, должна быть живой. Вы же едите мертвую пищу и хотите быть здоровыми. Это немножко сложно, потому что здоровья такого питания не будет. Когда вы готовите еду, все ингредиенты, необходимые для пищеварения, находятся не только в организме. В продуктах тоже есть эти ферменты. Когда вы подвергаете еду термической обработке, вы в значительной степени разрушаете эти ферменты. В такой еде мало остается полезного. Далее, ваше тело само восстанавливает ту часть ферментов, которая была разрушена при приготовлении такой еды. Первые полтора часа такая еда, как правило, наносит вред организму. После этого времени, как правило, организм восстанавливается. Вы замечали такое? Еда предназначена для получения энергии, но мы делаем пищу таким образом, чтобы она, наоборот, отнимала ту самую энергию в первые полтора часа. Только потом мы чувствуем прилив сил. В любом случае, каким бы ни был хороший ваш пищеварительный процесс, вы никогда не сможете восстановить все ферменты, которые уничтожили при приготовлении такой пищи. Только частично можно сделать это. Если ваш пищеварительный процесс очень хороший, даже, скажу, сильный, вы восстановите от 40 до 50 процентов того, что уничтожено. Если пищеварение слабое, то восстанавливать будет почти нечего. Так что, если вы привыкли употреблять приготовленную пищу, то от 50 до 60 процентов полезного обычно теряются. Мало того, ваше тело все еще должно это переварить. И количество энергии, которое оно будет тратить на переваривание, слишком велико. Еда много значит для людей, но для тела еда – это всего лишь вид топлива. Если вы будете заправлять свой организм правильным топливом, то оно будет работать соответственно. Если топливо будет плохим, то энергии будет мало. Я не говорю вам, ешь это или то. Я говорю, экспериментируйте. И вы увидите результат, хорошо? Просто экспериментируйте. И вы увидите. Сегодня на ужин вместо приготовленной пищи просто съешьте фрукты, овощи. И вы увидите, что завтра утром вы не почувствуете той прежней тяжести. Вы проснетесь с чувством легкости, не будет прежних мешков под глазами. Вы подниметесь легко. Люди не знают, что делать, чтобы быть абсолютно здоровыми и спокойными. 95 процентов людей не знают этого, к сожалению, потому что вы заправляете свой организм неправильным топливом. Вы можете иметь свое тело легким, как ветерок. Просто тело будет идти впереди вас. Вам не нужно будет оттащить его за собой. Оно должно плыть впереди вас. Вы можете это сделать только для себя. Найти свой правильный вид топлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова